Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Обзор наиболее заметных событий рязанской жизни. Главная тема сегодня – пожар на нефтезаводе. Представители предприятия и Московской железной дороги обвиняют в том, что произошло друг друга. Наши в Сочи рязанские болельщики сняли специально для нашей телекомпании олимпийские зарисовки. Выбери меня в это воскресенье в заборе и будут выбирать новый совет поселения взамен распущенного за бездействие. А теперь обо всем подробнее. Вчерашнее возгорание цистер на территории нефтезавода по версии представителей предприятия произошло из-за грубого нарушения техники безопасности и халатности, допущенной составителями поездов и маневренной бригадой станции Стенькино-2 Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги. Так сказано в релизе, распространенном сегодня пресс-службой РНПК. При закреплении состава, находившегося на путях за территорией завода, сказано в релизе, цистерны отделились от него, совершив самопроизвольный спуск. Пробили ворота завода, затем столкнулись с эстакадой, в результате чего произошло возгорание. Так объяснили представители завода вчерашний вечерний пожар, который основательно напугал рязанцев Зарева и клубы дыма над нефтезаводом. Это, согласитесь, любого в дрожь вгонит. Тем более, что живо в памяти недавнее происшествие в Нововятском районе Кирова, где с рельсов сошли 32 цистерны с газовым конденсатом, и 10 из них загорелись. Тогда из зоны ЧП эвакуировали почти 700 человек. А у нас вообще громадные нефтезаводища, да еще вблизи жилых зон, да еще от выбросов которого вся песочница тонет, дышать невозможно. Тут все может быть, вплоть до паники среди населения. Надо отдать должное пожарным и всем оперативным службам, работавшим в зоне происшествия. Всю эту ночь шла борьба с огнем, и только к пяти утра его удалось потушить. Теперь два гиганта, Роснефть и российские железные дороги, начали мериться правдой, которой, как известно, у каждого своя. Позицию нефтяников мы вкратце изложили, а вот путейцы утверждают, возгорание произошло на подъездных путях, а они находятся в ведне завода, а не МЖД. Конкретика железнодорожников такова. 14 цистерн, 7 порожных и 7 груженых, были поданы на предприятие с главных путей дороги 8 февраля этого года и находились там до вечера 12 февраля. Цистерны были приняты представителем предприятия. По предварительным данным железнодорожной компании, за время нахождения цистерн на территории РНПЗ, работниками предприятий были нарушены соответствующие инструкции по закреплению цистерн и отсутствовал должный контроль за сохранностью грузов. Таким образом, железная дорога не имеет отношения к инциденту, утверждают представители Московской железной дороги. Так что разбираться во всем и делать окончательные выводы придется следователям. А нам важнее, что жертв и разрушения нет. А вот относительно безопасности горючих веществ на нефтезаводе возникает огромный вопрос. В конце концов, рязанцам не важно, кто там виноват. Гораздо принципиальные факты. Горело на заводе, а завод в нашем городе. И тут никакие оправдания, как говорится, не играют. По результатам доследственной проверки, следственными органами Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Расследование поручено следственной группе в составе следователей ряда межрайонных следственных отделов под руководством следователя по особо важным делам. Из последних новостей. Сегодня агентство «Праем» со ссылкой на сообщение представителей российских железных дорог сообщило, что их специалистов не допускают на территорию нефтезавода для участия в расследовании причин вчерашнего ЧП. В свою очередь, «Роснефть», сообщает агентство, намерено ввести рязанский нефтезавод в штатный режим к 19 февраля. Сегодня рязанский губернатор Олег Ковалев обсудил вопрос о ликвидации последствий пожара на РНПЗ на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. «Я был на предприятии во время тушения пожара и убедился, что все службы работали организованно на высоком уровне», отметил Олег Ковалев. В свою очередь, Игорь Сечин заверил губернатора, что предприняты необходимые меры по резервированию топлива на период восстановительных работ. Все потребители будут обеспечены. Глава региона, передает сайт правительства, обратился с просьбой не останавливать модернизацию предприятия в период восстановительных работ и приложить максимум усилий для ускорения этого процесса. Олег Ковалев подчеркнул, что для региона имеет особо важное значение реконструкция очистных сооружений, строительство объездной дороги для грузового транспорта предприятия, а также переход РНПЗ на выпуск высокооктанового бензина. Также в связи с пожаром на нефтезаводе вечером 12 февраля и утром 13-го проведена экстренная оценка состояния атмосферного воздуха в ближайших к заводу жилых районах Рязани поселке Турлатова. По данным измерений, проведенных автоматическими стационарными постами наблюдений и передвижной экологической лабораторией, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ выявлено не было. Качество воздуха будет усиленно мониториться до окончания восстановительных работ на нефтезаводе. К другим темам. Как известно, в ноябре ушедшего года почил в БОЗе совет депутатов Заборевского сельского поселения от Рязанский район. Ничего такого фатального не случилось, просто скандальчик. Такое жесткое решение было принято областной думой, потому что ранее Рязанский районный суд своим решением признал бездействие Заборевского совета. Оказывается, сельский парламент так и не исполнил решение того же суда о необходимости приведения устава поселения в соответствии с законодательством. В это воскресенье грядут новые выборы. Из областной избирательной комиссии передает Оксана Тебенихина. 16 февраля в Заборевском поселении пройдут выборы депутатов в местный совет. Подробнее о причинах и, как уж повелось в следствии, нам рассказал секретарь Рязанской областной избирательной комиссии Сергей Борисович Скобелев. Как известно, в ноябре 2013 года совет депутатов Заборевского сельского поселения был распущен. Теперь же за место под депутатским солнцем придется побороться. Всего было выдвинуто 38 кандидатов по всем округам. Ну, если мы берем конкретно по первому избирательному округу, в первом избирательном округе было выдвинуто 14 кандидатов, во втором избирательном округе было выдвинуто 10 кандидатов, и в третьем избирательном округе было выдвинуто 14 кандидатов. В общем-то, областная избирательная комиссия держит руку на пульсе. За ходом подготовки к выборам следят неустанно. Может, в скором времени жители забори смогут обзавестись представительной властью. Рязанские полицейские сегодня сообщили о поимке банды автоугонщиков, которые действовали в нескольких районах нашей области. Криминальные личности таскали машины, разбирали на запчасти, продавали, ну и так далее. Вот первые подробности о задержании злодеев. Купил автомобиль, повесил на него совершенно левый номер. Ну и, соответственно, на этом автомобиле ездили они все вместе, как правило, вдвоем. То есть втроем они никогда не ездили, как правило, вдвоем и совершали кражи автомобилей. Начали с того, что они совершали инструменты из автомобиля-магнитолы и уже потом заканчивали кражами отечественных автомобилей. Данные автомобили они тоже продавали без документов на территорию, опять же, Пронско-Коралинского района. Теперь о делах более веселых. Международный Олимпийский комитет отмечает увеличение зрительской аудитории на сочинских играх. Есть данные, что передачи, посвященные олимпийским соревнованиям, по сравнению с прошлой Олимпиадой в канадском Ванкувере, в среднем смотрят на 25 миллионов зрителей больше. Активнее смотрят зимние игры телезрители Соединенных Штатов. Там сочинские старты вообще опережают по рейтингам все местные сериалы и ток-шоу. Не отстает теле Германии, да и вся Европа. Но больше всего, конечно, наших родных телеболельщиков. По данным исследований, во время трансляции открытия игр в Сочи, в нашей стране у экранов одновременно находилось более трети взрослого населения страны. Это свыше 35 миллионов человек. Что касается болельщиков, которые там, на сочинских трибунах, смотрят игры живьем, то, например, информагентство news.ru приводит данные пресс-секретаря Оргкомитета Сочи 2014 Александры Костериной. Она сообщила, что на Олимпийские состязания было продано 950 тысяч 219 билетов. А посещаемость Олимпийского парка, например, во вторник составила 75 тысяч человек. На соревнования в этот день было продано 62 тысячи билетов. Есть в Сочи и рязанцы, которые болеют за наших активно, весело и творчески. Сегодня мы получили от них видеопослание. Оно сделано, возможно, слишком задорно, но тут уж остается только по-доброму позавидовать тем, кто сейчас там, в главном спортивном городе мира. Здравствуйте, мы видим репортаж из города Сочи специально для канала «Городской город Рязани». Буквально недавно из-за этих вот ворот выбегал тритьяк с факелом, пробегал по этому асфальтовому полотну, подбегая к этой вот огненной стели. И все хлопали и кричали, и все говорили «Ура, Олимпиада началась». Друзья, Олимпиада началась здесь здорово, здесь прекрасно. Счастья вам, с праздником Олимпиады, с праздником России. Рязань! Пока одни рязанцы в Сочи вовсю отличаются на трибунах болельщиков, другие только готовятся к отъезду в Олимпийскую столицу. Так, например, получили приглашение принять участие в культурной программе 22-х Олимпийских и 11-х Паралимпийских игр в Сочи артисты ансамбля народного танца «Лель» Рязанского центра детского творчества «Приокский». С ними встречался и даже немного вместе потанцевал Глеб Галушкин. Рязанский танцевальный ансамбль народного танца «Лель» выиграл престижный всероссийский конкурс среди танцевальных коллективов и завоевал право выступить перед спортсменами и болельщиками на зимних Олимпийских играх в Сочи. В оставшуюся неделю до отъезда рязанские танцоры проводят усиленные репетиции. «Лель» пробудет на гастролях в Сочи три дня и выступит на церемонии закрытия Олимпиады. «Мы будем выступать 21, 22, 23 у нас будет Лазаревская, Сочи, Адлер, ну и Олимпийская деревня, конечно. Будем выступать с концертом, мы везем два концерта, один на 30 минут, а другой на час 15». За время своих выступлений ансамбль «Лель» становился много раз лауреатом и победителем различных конкурсов и фестивалей. Так что не должны наши артисты ударить в грязь лицом в Олимпийском городе. Солисты и танцоры коллектива говорят, что они подготовили новые номера в программу «Танцы народов мира». «Новые номера мы везем, у нас Ухловская плясовая, мы только недавно ее поставили Александр Иванович. Мы пошили на нее новые костюмы, такая задорная пляска, больше похожа на ярмарочное веселье. Поэтому для Олимпиады, я думаю, как раз подойдет. И в основном у нас номера «Танцы народов мира». «Везем большую программу, чтобы радовать гостей и зрителей курорта города Сочи. И будем закрывать Олимпийские игры, нам вот выпала такая честь поехать представлять Рязанскую землю». Наши люди зажигают не только в Олимпийском Сочи, но и на самом, что именно есть, Нью-Йоркском Бродвее. В одном из здешних знаменитых театров прошел международный конкурс «Нью-Йорк I Love You», который проводился в рамках мирового проекта «Салют талантов». Там среди 120 юных звезд из самых разных стран блистала Рязанка Аревик Казанчан. Сегодня Аревик была у нас в гостях на записи проекта «Семь минут», а после этого дала небольшое интервью Наталье Новиковой. Участие, а тем более победу в международном фестивале, дело непростое, но зато очень интересное. А еще это значимое событие не только для конкурсантов, но и для региона, которое и представляется на международной сцене. Юная рязанка Аревик Казанчан привезла победу с недавно прошедшего конкурса «Нью-Йорк I Love You», покорив всех чудесным академическим вокалом. «Наша съемочная группа познакомилась с юным дарованием и узнала о впечатлениях от конкурса и о творческих планах на будущее». Сложно было в конкурсе победить? Сначала из-за волнения, я думала, будет очень сложно, но когда вышла на сцену, то поняла, что я должна здесь и сейчас выдать все, что я знаю, все, что могу. И поэтому в моменты выступления было уже несложно. Какие эмоции испытывала после получения награды? Сначала все-таки не верила, не понимала, а потом уже когда осознала, что я действительно победила, что у меня это получилось. Я была счастлива, очень рада. Ну и какие у тебя планы на будущее? Ну, участвуйте в других конкурсах и вот сейчас готовлюсь к международному конкурсу, который будет проходить в Сан-Райму. И последнее на сегодня. В рязанских школах прошли собрания по поводу изменений в порядок сдачи единого госэкзамена в 2014 году. Разумеется, это будет весьма интересно всем зрителям, в первую очередь родителям старшеклассников, но главным образом в разъяснениях и комментариях нуждаются выпускники. Сегодня, сразу после нашего выпуска, мы перейдем в студию программы подробностей. У нас в гостях первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Щетинкина. Не прощаемся надолго, а завтра, напомню, в эфир выйдет аналитическая версия нашей программы. Время говорить. Итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин